привет сегодня покопаемся в рагитоне жанре который пришел к нам из жаркой латинской америки и не просто пришел а с ноги вышиб дверь и похоже собирается стать самым прослушиваемым жанром в принципе так что тебе этот стилек точно пригодится а мне точно пригодится твой лайк под этим видео в рагитоне самое главное это ритм так что для начала соберем что-то базовое это кик это снар и вот такой вот коленбокс из аналог лапа нужный нам ритм называется дэмбо и строится примерно так удар два пропуска удар два пропуска удар и так еще разочек если раньше драмки рагитона звучали примерно вот так то сейчас их можно собирать на трэповых звуках и это будет вполне как только вместо 808 я использую обычный саббас рисунок ударных может быть например таким кик потом два снэра потом снова кик потом снова 2 снэра а в четвертом цикле например два кика и один снэр либо можно под это все построить просто прямую бочку но со сбивкой в конце или без этой сбивки в конце в общем как вам нравится но мне больше нравится со сбивкой и темп этого всего варьируется от 70 до 110 bpm я буду писать в сотни потому что хочу что-то такое движение клэп я добавил чтобы его расширить он будет у нас играть акцентики вот тут он будет играть чуть-чуть раньше снэра и раз уж у нас не такой тёмный трэп то будет два мажорных аккорда из четырех тональность д-шарп-начурал минор первый аккорд это д-шарп минор потом уйдет д-шарп минор потом уже ц-шарп мажор и ф-шарп мажор дублируем на октаву вниз их корневые нотки надо сделать какое-то обращение нормально мне вот так нравится и на этих аккордах мы сейчас тоже пропишем дэмбоу ритм для этого выделяем все аккорды сокращаем их делаем вот так дублируем как-то вот так потом вот так вот так и вот так базовый ритм только чтобы его сделать разнообразнее вот тут уберем вот тут вот этот звук поднимем на октавку вверх и вот с его нижней версии с д-шарпа снизу сделаем заходит да то что нужно и в последнем такте тоже хочу сделать заходик вот эту нотку поднимаем на октавку и вот из этой сделаем заходик и вместо калимба может быть гитара потому что это тоже каноничный реггитон инструмент а началось вот это вот все как вы уже поняли в латинской америки точнее в 1988 году в панаме панаме есть прикол а набрал обороты стиль уже в пуэрто-рико примерно к началу нулевых годов тогда же и само слово реггитон закрепилась как название жанра а до этого момента с официальной дистрибуции было не так все гладко власти пуэрто-рико не слышали про эффект стрейзов и всерьез боролись с выбирающим популярность жанра и получалось это у них чуть хуже чем у миза неважно так вот звучание реггитона было очень бодро тексты были остро социальным а в латинской америки скорее всего была пара момент о которых можно было написать острый текст не то что у нас не правда ли но видимо в какой-то момент до властей дошло что если не получается забороть то нужно возглавить и в 2003 в пуэрто-рико реггитоном начали зазывать на выбор что-то мне это напоминает и возможно в том числе и это привело некому консенсусу типа вы поете про свое там разная молодежная и не трогаете острые темы а мы к вам не лезем со своими рейдами и обысками сейчас на большинстве рагетон релизов вы даже не найдете вот это вот плашка хорошо это или плохо я решать не берусь но уже в середине нулевых случается настоящий коммерческий бум рагетон в том числе благодаря попаданию в американские чарты чего только стоят гасолина дэди янг она просто уничтожила американские чарты была супер хитом и у нас и до сих пор является самой популярной рагетон песни по версии журнала rolling stone диспозиты к слову них аж на 43 месте но мы то знаем что настоящий подъем латинских ритм начался с трека фата моргана от маркула и оксина странного агента и по моим сведениям после ошеломительного успеха этого трека луи фан зи и доди янки были вынуждены вернуться на полгода в прошлое чтобы выпустить свой средненький деспозита но и основа ритма рагетона это перкуссия ее может быть много ну прям много и почти всю эту перкуссию можно будет взять из пака кашемира например вот этот звук он будет оживлять наш ритм 1 только нужно его укоротить и вот такой фейдаут потому что его реверберация нам тут совершенно не к чему он будет ударять на первые два удара потом снова на первые два удара но берем вот этот звучок двигаем его влево на шажочек и совершенно другой к и вот здесь мы можем его снова продублировать сделать его потише и укоротить чтобы он был как бы сбивочкой маленькой и вот на этот сбитый ударчик ему подыграет еще и тамбурин и он будет играть у нас с отступом и также его укоротим типа как-то более реалистично что они не совсем одновременно ударяю теперь совершенно точно обязательный шейкер потому что без шейкера рагетон не сделать вот здесь прям просится какой-то ответный такой шейкер да и вот здесь тут он тут он какой-то такой этот тут он мы легко найдем во flames and rolls например вот такой ага только какая-то ответная часть ему нужно типа продадут его бум вот здесь еще был вот в этом месте вот этот только нужно его растянуть нет вот этот убираем и оставляем вот этот вот вот так по моему супер идеально если вот поставить вот этот звук на первый ударчик возможно немножко борщу но мне кажется неплохо звучит еще можно вот какие-то дополнительные более низкие звучки подкинуть сюда что-то типа типа вот этого буквально она прям в темп уже даже ничего трогать не нужно только наверное убавить придется посильнее ну в общем-то да вот теперь ритм такой живой получился главное убедиться что нет никаких лишних звуков если один из пеков можно выключить а то два ритм не станет хуже значит его нужно выключить под сомнением у меня только вот этот звук ну и вообще не обязательно настолько нагруженный перкуссионный ритм делать каждый раз я просто делаю такую максимальную комплектацию впихиваем все что можно и в подтверждение этого есть у меня еще вот такой вот лупчик он прикольный если бы например вот это вот все убрали мы могли бы оставить его хоть целиком но поскольку у нас тут так и так куча всего я хочу от него взять только вот эти пару маленьких кусочков по моему очень даже не дурно звучит конечно пока не совсем сбалансировано но живо и вновь напоминаю что у меня есть видео курс по битмейкингу fl studio от а до я который отлично подойдет даже новичка то есть если ты ни разу не открывал fl studio по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать напишите мне ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео так что напишите мне прямо сейчас закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки и к ударным я еще вернусь а пока хочется добавить немножечко музла каноничный инструмент для рогетона это трубы их я добавлю чуть позже а сейчас хочется чего-то более легкомысленного и такого более легкого по звучанию это флейт флейта из омни сферы вот такое что-то типа мелатроновская а почему не в мелатроне хотя он у меня есть да потому что тут я знаю как сделать быстро глайд мелодия не должна быть сложной она должна немножечко так пританцовывать под этот дэмбоу ритм пытаюсь я записать с дичайшей задержкой fl studio asio как-то вот так играю для вас задержкой 122 миллисекунды смотрите на что я иду ради контент и вот это ощущение пританцовывания я хочу сделать с помощью вибрато то есть очень короткие нотки ставим ради этого в том числе делал глайд вот так вот да 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 это то что нужно здесь тоже такая короткая нотка нужна и на эвку еще вот так их за сандалем но сама флейта звучит слишком тоненько в этом нам точно поможет отите депт давайте не больше 20 процентов и после этого little alter boy link включаем пищу минус октава микс наполовину возможно возможно еще немножко прошу прощения вы самого себя потому что чуть не оглох в видео я это на расставлять не буду одного процента на включенном x100 на благо вердрайве сто процентов достаточно и чуть-чуть короткого реверба с маленьким миксом и следом шиммер тоже с очень маленьким миксом теперь все-таки пропишем бас вот так называется пресет собственно все что он будет делать повторять нижние нотки вот здесь переместим на д-шарп это квинта к аккорду джи шарп-минор и наконец-то каноничные трубы вот свемп трампет но ничего не происходит пока не подергаешь expression очень удобно зато хорошо звучат и с ними можно сделать одну фишку которую покажу чуть позже играть и не будут что-то такой супер акцент найти типа звучит пока ну типа обычно но если мы автоматизируем параметры expression то сможем делать всякие классные штуки типа вот так в дополнение к этому мы можем автоматизировать и брата ну не прям так но вот типа и вот так становится гораздо живее за эти автоматизации мне этот плагин нравится но он монофонический так что клонируем его и на втором пропишем терции или квинты и но без фаршлагов что-то типа если здесь д-шарп значит внизу и теперь expression 2 плагина тоже зацепим на первый клип автоматизации и можем их немножко влево-вправо подвигать неплохо ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места то самое время подписаться на канал ведь видос тебя чем-то зацепил так что подпишись прямо сейчас а мы продолжаем ну и не самая обязательная часть это вокальные чопы я хочу использовать вот этот голосовой сэмпл отправлю в слайса темп убавлю так чтобы было 16 битов вот так а теперь нарежем бит ну и сам сделал несколько нарезов подниму его на 400 центов потому что он на бэме ты что-то типа и я да чтобы на получше вписалась можно добавить 3 мало тара чуть-чуть вот так ну и капельку винта чверба за ним супер каплю шиммера супер каплю супер каплю вообще вся музыка готова остались только фил и переходнички сейчас их добавим вот этот прям супер аутентичный звучок такой он будет играть в конце восьми тактов еще подыгрывать ему будет вот эта штука буквально чуть-чуть подгоним под ритм и вот так да 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 то что нужно вот это тот случай когда вот эти штучки отвечают больше за ритм но без вот этих абсолютно не работают прикольно но так гораздо круче а если мы выключим вот этот ритм ну просто бы бум-бум-бум и все вообще короче вот это сочетание офигенно я его услышал в каком-то ракетон треки такой да вот что-то такое хочу по моему к слову из spider verse который забыл как он называется силк или сик ну короче по моему это был трек из spider verse как вам саундтрек spider verse кстати это по моему лучший альбом который слышал двадцать третьем году ничего лучше в двадцать третьем еще не вышло на мой взгляд ну и совсем для полного комплекта нам не хватает одного разгона одного взрыва и одного крэша и все в этим штукам буду жестко крутить стерео делай вот эту хрень как-то куда-то вот сюда и вот так взрыв сюда вот так хочется чтобы крэш и взрыв были как-то вот такими типа единым целым и можно еще за make you не чуть взрыв развернуть его и поставить вот сюда самый кончик ему отрежем сделаем фейды и вообще пока я все это пишу я параллельно сбрасываю все это по паттерн мы сбрасываю все вот это уже на микшер и плюс-минус как-то балансирую чтобы демка собиралась сразу и вам я рекомендую делать совершенно также я сделал некоторое подсведение в основном он заключалась в том что я собрал группы и сбалансировал и выставил немножко панорамы на некоторых инструментах и счете под эквализировал на флейте например какие-то штучки противные были их прибрал на брасе тоже чуть-чуть серединку потом чуть-чуть сатурации чуть-чуть расширения на колембоксе снова расширение на группе инструментов и шейпер бокс так сказать чтобы закрепить результат на басе тот же шейпер бокс только микс побольше и литл радиатор на кике некоторая странная штука ну пусть будет на мастере сатуре и тейп сатурация озоны майор чуть-чуть измененные танцы space и все это добивает льва и допиленную версию этого бита вы сможете услышать в моем телеграм-канале вот на экране где-то qr-код и ссылка будет в описании если видос понравился или был чем-то полезен обязательно жмак не лайк вновь напоминаю что у меня есть видео курс по битмейкингу в фл-студио который отлично подойдет новичкам узнать о нем подробнее у меня ссылка на меня в описании напишите мне прямо сейчас и обязательно подпишись на канал если ты этого еще не сделал и на этом у меня уже точно все с вами был стас гарф прод пока увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok